На базе 13-й общеобразовательной школы в 2006 году был организован первый коррекционный класс, куда были зачислены 12 учащихся с особыми потребностями в обучении. Сейчас эта цифра выросла до 276. К сожалению, детей, которым требуются особые условия и подход, становится больше. Между тем, количество учреждений, где создана такая сильная база, не увеличивается. Почему они нужны и какой эффект дают такие центры и инклюзивное образование в целом, выяснял наш корреспондент. Причины, по которым рождаются детки с разными отклонениями от нормы, до конца не изучены. Но для каждой семьи это большое испытание. Со взрослением такого ребенка возникает необходимость в его социализации. То есть, как и здоровые дети, он тоже должен посещать детский сад, школу. Самое основное, это чтобы сами родители, а главное, сама мама, понимала возможности своего ребенка. Чтобы она не преувеличивала их. А конкретно, четко, понимала, на что ее ребенок способен, на что у него хватит сил, а на что нет. Куда она его может действительно отдать обучаться и действительно, где будут результаты. И ребенку будет там комфортно, и педагогу будет комфортно. Семья Анастасии Кулагиной прошла путь принятия болезни сына. И сегодня она мама выпускника первого класса. Малыш не откликался на свое имя, поэтому они подозревали нарушение слуха, но после долгих обследований был выставлен диагноз аутизм. Для того, чтобы добиться качественных изменений, нужна большая длительная работа вместе со специалистами. И хотя инклюзивное образование уже стало частью программы, такой центр, как в 13-й школе, в единичном экземпляре. Проект курирует и партия Аманат, стараясь способствовать развитию этого направления. В рамках партийного проекта «Безбарьерное будущее» начала работу специальная мониторинговая группа в пяти городских школах. 13-я школа – одна из передовых по инклюзивному образованию. Есть проблемы нехватки кадров, нужны средства на открытие еще одного кабинета. Мы поможем в решении этих вопросов. Из 276 детей, 197 определены в классы с коррекционно-развивающим обучением. Оно ведется на русском и казахском языках. 79 детей инклюзивно обучаются в общеобразовательных классах. 10 также зачислены в кабинет поддержки инклюзии. Это в основном дети первых и четвертых классов. В основном диагноз у них идет аутизм. Из этих 79 детей у нас 24 ребенка в прошлом году обучались на домашнем обучении. Там тоже в связи с определенными диагнозами. И еще у нас есть дети, 11 человек, это дети с легкой умственной отсталостью, с диагнозом, которые обучаются в общеобразовательных классах. Из этих 69 детей у нас есть определенное количество детей, которые учились с сопровождением педагога-ассистента. Для создания таких коррекционных классов при школах в том числе требуется разрешение родителей. Зачастую они бывают против, не желая подвергать своих детей психологическим травмам. Но улучшить самочувствие ребенок может только в здоровой среде. Ведь глядя на поведение нормотипичных детей, он невольно берет с них пример. Пошли мы с большим страхом, непониманием вообще, что будет, как будет. Но мои ожидания оправдались. Нас очень хорошо приняли. У нас очень замечательная учительница. В классе даже детки все хорошие, добрые. Никто никогда не сказал плохого слова. Все приняли. Я все-таки думаю, это все-таки такое воспитание, наверное. Из-за того, что его приняли в классе, вот этот период прошел очень хорошо у нас. Программа обучения детей с особыми потребностями индивидуальна. Ее разрабатывает психолого-медико-педагогическая комиссия. Ежегодно ребенок проходит обследование, после которой программа меняется. Анастасия отмечает прогресс у своего сына. За учебный год Аслан запомнил все буквы, самостоятельно пишет, понимает, как нужно работать в тетради. И в целом стал спокойнее, научился ждать. Основное нарушение сейчас у нас задержка психического развития, что не является медицинским показанием. Это всего лишь нарушение, которое корректируется и убирается. Но по статистике у нас более, сам из всей категории, конечно, увеличиваются дети с аутистическим спектром. В 13-й школе при кабинете поддержки инклюзии работает 24 педагога-ассистента, которые в том числе сопровождают детей с особыми потребностями в обучении во время занятий. Также есть психолог, дефектолог, логопед. Вместе с родителями они кропотливо работают с детьми и добиваются очень хороших результатов. Это достаточно такой длительный процесс. Это все индивидуально. И порой кому-то это дается с легкостью, кому-то очень тяжело дается. И нужно на это очень много времени. Поэтому первое, наверное, что мы делаем, это стараемся, чтобы ребенок максимально комфортно адаптировался в новых условиях. Многие дети у нас добились больших высот в своем развитии. Мы этому очень рады. Как результат, многие дети, которых из коррекционных переводят в общеобразовательные классы, обучаются в школе по месту жительства. Но есть и те, кто предпочитают оставаться в этой же 13-й школе, даже если живут далеко. И у нас есть категория родителей, которые приезжают к нам с районов. Потому что дети с такими диагнозами есть, таких классов специальных нет у них. И они, многие по этой причине даже переезжают в город Уральск, чтобы обучаться у нас. И есть родители, которые просто снимают квартиру, чтобы учиться в сынах нашей школы. В общем, кабинеты поддержки инклюзии, необходимые при других учреждениях образования, практика показала, что в них дети могут добиться значительных результатов в развитии, социализироваться. Об этом просят и родители, которые, помимо того, что борются за здоровье своих детей, вынуждены преодолевать значительные расстояния, чтобы обеспечить качественное обучение своему ребенку. Екатерина Шмидт, Адельбек Исаков, Асланбек Саламатов, Кенжибек Салыхов, Акжаик Акпарат.